Мандатная комиссия Занкан Виноградов-Савицкая. 21 июня 2018 года мандатной комиссии Московского регионального отделения получено заключение председателя порядка партии Яблоко Моисеева по заявлению председателя первичного отделения северо-западного административного округа 1, местного отделения северо-западного административного округа, Московского регионального отделения объединенной демократической партии Яблокоплюхановой о том, что на основании того, что в движении делегатов, я могу перечислить, Горчаков, Касимов, Макарова, Мартыненко, Морозов, Олешкевич, Смирнов, Третьяков, Хорошилов, Греков, Господарик, Десятого, Борков, Николаев, состоялось между окончанием первого этапа и объявлением второго этапа на демократическом. Уставные причины для отказа регистрации депутатов, 14 человек делегатами, отсутствуют. Обращаю внимание на то, что в абзаце 6 пункта 15.1.1 устава указано, что конференция, в скобках, общее собрание может проводиться в несколько этапов. Следующее. В абзаце 4 пункта 15.1.1 устава написано. При созыве конференции регионального отделения руководящим органам партии и регионального отделения делегаты избираются по данным регистрации членов партии на дату принятия решения о созыве конференции. Конференции это 18 мая 1918 года. Не этапа конференции, а конференции как таковой. Густавин, нет этапа. Продолжение следует... Приседатель мандатной комиссии делегат. Зачем он вообще всю эту лирику зачитывает? Ну как зачем? К Брюханову обратилась, надо среагировать. Сопоставление с выше приведенными пунктами устава свидетельствует о том, что полученная мандатная консистенция Московского регионального отделения заключения ошибочна, так как не соответствует основным наложениям. На основании изложенного и в соответствии с решением ГРК Московского регионального отделения мандатная комиссия Московского регионального отделения не считает возможным подтвердить полномочия делегатов Горчаков, Гасимова, Макаров, Мартынин, Доморозов, Олешкевич, Немнон Третьяков, Хорошинов, Греков, Господа Рик 10-го, Парков, Николаев. Это первый. Следующий пункт. Значит, один делегат прислал отказ присутствовать по объективному обстоятельству. В связи с этим выдвинутся запасной делегат. Поэтому следующий пункт такой. Признать полномочия резервного делегата Царомятникова А.Д. Вместо отсутствующего делегата Туманова. Председатель мандатной комиссии Санкт-Петербург, секретарь Савицкая, членом мандатной комиссии Геннаград. Сколько всего? Сколько всего? Сколько всего? Сколько всего? Сколько всего? Ну, там мочи 46, и 20. А, вы сколько? Коллеги, ставятся на голосование, удовлетворение протокола мандатной комиссии. Вы настаиваете, да, по порядку ведения. Хорошо, коллеги, давайте. Сколько нужно? Одну минуту хватит? Погласить, пожалуйста. Три минуты. Сейчас при заседании мандатной комиссии был наушен пункт устава 9.1.3. Ни делегатам, чьи дела рассматривались, ни мне, человеку, который подавал протокол о отключении делегатов и о признании их полномочий, было отказано в доступе на заседание комиссии, что может являться причиной оботвения этого решения. В любом случае, если мы подадим лишение, поэтому признавать лишение сейчас мандатной комиссии, признавать ее протокол, невозможны в виду нарушения устава. Также хотелось бы прокомментировать и по пункту, раз я не смогла присутствовать сама на заседании мандатной комиссии, стоит отметить, что так как трактовка, которая приводит сейчас мандатная комиссия, пункта 15.1.11 устава, не верна. На расшифровку я запросила вчера у председателя контроля резидентной комиссии заключение, действительно ли по уставу все процедуры выдвижения и избрания делегатов, которые приведены и чьи дела были поданы, соответствуют уставу. На что получила ответ, и мы вам раздавали заключение, я раздала вам заключение председателя контроля резидентной комиссии, в котором он говорит, что, если вам прочитается в самом конце, что уставных причин для отказа и дистрации депутатов быть не может. Почему? Во-первых, у нас завершился первый этап конференции, как вы помните, мы за это проголосовали на предыдущей конференции. Ведущим было объявлено завершение первого этапа. В 16 июне мы провели конференцию, где избирали делегатов, которые находились на тот момент зарегистрированными. После этого вчера все мы получили на адрес электронной почты письмо о созыве второго этапа конференции, в котором по требованию председателя регионального отделения в соответствии с пунктом 15.1.1 устава партии был назначен второй этап. Если мы обратно обратимся к уставу партии и прочитаем, что происходит в случае, если выступает требование председателя, то мы увидим, что при созыве конференции по требованию председателя регионального отделения делегаты избираются по данным регистрации членов партии на дату поступления в региональное отделение требования председателя, то есть на дату поступления 21 июня. Я еще раз напомню, наша конференция состоялась 16 июня. Вся регистрация, соответственно, на 21 июня, естественно, все делегаты были за их требования. Мое предложение спортировать можно. Не голосовать за принятие протокола в мандатной комиссии и проголосовать за признание полномочий 14 испранных делегатов Конституции регионального отделения в полистической партии российской обедино-мандатической партии «Яблок» в городе Москве, с вами решающего голоса, имена Крючков, Катимова, Бакарова, Антоненко, Морозова, Олеговича, Умирнова, Критиков, Хорошова, Грехова, господарь Кандесятого, Баркова, Николаева. Не голосовать за протокола конференции, потому что были нарушены уставные причины. Я и более вам скажу, Мандатная комиссия даже не стала разбираться в данной регистрации на суде. Нельзя право. Нельзя право. Нельзя право. Хорошо, мы здесь знаем мое решение. Они признаем из полномочий всех делегатов. Даже я попросила обратиться к горячему Валерию Сергеевичу, чтобы нам разъяснить положение устава. Нельзя право. Нельзя право решение о нарушении устава. Я к вам и Настя. Вы употребляете свои правды. Вы намязываете людям вот прослушивание того, что они слушать не хотят. Никто не могла сказать правду. Пожалуйста. Вам дали две минуты. Ну, уложитесь. Получитесь коротко говорить. Андрей Владимирович. Уважайте, пожалуйста, предложение. Я прозрал. Не перекликивайте, пожалуйста, спикеров. Пробратите их время. Вы мешаете, сбиваете. Давайте относитесь к уважению. Андрей Владимирович, если вы не нарушили со одной стороны, видите, пожалуйста, с другой стороны. Нельзя перебивать ведущего, коллеги. Нельзя перебивать спикеров в том числе. Уважаемые друзья, но вы сейчас показали пример. Если я вы видели, дал ей столько времени, сколько ей было нужно, то вы показали негативный пример. Вы перебили ведущего. Человек уже здесь должен обладать достаточным авторитетом, чтобы люди его слушали. Пожалуйста, не делайте. Андрей Владимирович, делал то, что вы можете слушать фикеров, когда его перебивали несколько человек. Извините, пожалуйста, нельзя перебивать ведущего. Вы запомните, это начинается вся самая. А также нельзя перебивать. Шестой раз перебили. Шестой раз перебили. Коллеги, я предлагаю не дать возможности тем, кто хочет сегодня сорвать конференцию и присядься. Пожалуйста, беспокойтесь. Уважаемые друзья, я думаю, что нам сейчас надо двигаться дальше. Я предлагаю проголосовать. Протокол счетной комиссии. Все вы знакомы с нормным штабом. Все вы знакомы с русским языком. Все вы понимаете, что такое дата назначения конференции. Я вижу огромное количество рук. Пожалуйста, давайте. Значит, что? Ну, ты же много говоришь. Понятно. Не все это спрашивают. Нет, постоянно. Друзья мои, пожалуйста, здесь предлагается открыть дискуссию по этому вопросу. У нас с вами сейчас вору 52 человека. Для принятия решения процедурного нам необходимо 18 голосов, я правильно посчитал, да? На третье процедурное решение. Кто за что, чтобы... Нет, то есть 52. Мне доложила сейчас счетная комиссия и регистрация за институционной группы, что 52 человека. Кто за то, чтобы отнять начать дискуссию по этому вопросу. Прошу проголосовать. Счетная комиссия считаетесь, пожалуйста. Третья комиссия за институционной группы. Третья комиссия за институционной группы. Третья комиссия Третья комиссии за институционной группы. Третья комиссия Да, Елена Николаевна Копкина ведет самозвонку. Кого мы вместо нее будем привлечь еще одна комиссия? Пожалуйста, прошу вас, Максим Волочин. Караваев. 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 База предложения кого? Брюказов. Хорошо, коллеги. Две три недоспора. Караваев и Брюказова. Кто должен, чтобы избрать со счет ночи, со счетой комиссии Караваеву? Прошу, пожалуйста, задать. Чей из коллеги? Кто должен, чтобы избрать со счетой комиссии, со счетой комиссии, со счетой комиссии. Что такое, что происходит? У меня как-то меньше, вот что-то я пересчитывал параллельно. 21. Ирина Караваева. Пожалуйста, коллеги, мы начинаем дискуссию по докладу мандатной комиссии. Сколько человекам мы предоставим слово? Есть вопрос? Согласны, что скажет страны по одному человеку? Нет, уважаемых? А есть. Я предлагаю по три человека с каждой стороны. По три человека. Ну, это тоже доброе. Пожалуйста. Смотрите, кто-то может быть у нас по одному человеку. Прошу проголосовать. По одному. По одному. С каждой стороны. Нет, коллеги, вы без века. Сходи. Она будет в пилот. По одному. Нет, коллеги. Правильно. Нет, коллеги. Коллеги, хаоски, сахавай. Тут и у вас сахар. 29. Что-то вы попозрите. Я спрошу проголосовать. Это кто нативный персонал? А вы подходит-то это читаете? Не читайте. Считаю. Креди, без мандатов не надо читать. Прошу проголосовать, недели. Еще раз, можно на этой стороне? Скажи еще раз, службу поделись, пожалуйста. Отстранил клаван. Приорковая сторона. Поделись. Ещё раз надо переголосовывать, мы все слышим, что переголосовали. Как 27? Товарищи, мне надо перед. Скажите, ещё раз. Да это колоксизм, это голосование. Кто-то должен быть лично, поднимите только руки. Ну давайте, я сама буду считать. Назад, врёк. Назад, врёк. «Позрацет 2-3», Кирилл. Что много? Продолжение следует... 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 Они стали членами партии до того, как была она врачная компания. А вот право быть избранным на второй этап возникло с момента, когда объявлен был второй этап. И на этот момент они были зарегистрированными членами партии. Поэтому основание для отказа в регистрации, на мой взгляд, для отказа в регистрации в качестве делегатов нет. Подумайте о правовых рисках. Еще и юристов из себя строят. Так, коллеги, да, я даю вам вопрос, пожалуйста, добавить. Коллеги, я хочу предупредить уважающих делегатов. Вам может нравиться то, что это выступающее, может не нравиться, но правильно его перебивать и мешать ему. Такое право никто не дает. Ни устав партии, ни нормы этические. Пожалуйста, будьте бедны и поддерживаться. У меня вопрос. В 2015 году, в декабре, я был избран съездом в федеральный партийный арбитраж. После этого, на первом этапе съезда, потом проходил второй этап съезда, Валерий Сергеевич. Я перед вторым этапом съезда вам позвонил и спросил, может меня избрать на второй этап съезда делегатом какая-то региональная конференция. Вы мне ответили, что это не соответствует уставу. Вот как относятся ваши слова сегодняшние и как с словами теми, которые вы мне сказали тогда. Это первый вопрос. И вопрос к представителю федеральной КРК. Вы говорили, у вас было заседание. Может быть, вы тогда представите регистрационные листы и решение КРК, которое было принято. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Отвечу на ваш вопрос. Здесь ситуация, о которой вы рассказали 2015 года, коренным образом обещается, а потом, который с ним. На момент принятия решения об избрании в качестве делегата членов руководящих органов, вы таким таковым в 2015 году просто не являлись. И делегаты избирались, и решение принималось в отношении тех людей, которые были членами руководящих органов в то время, на прошлом, а не на будущее. Если следовать вашей логике, то надо было бы признать полномочия, прекратить полномочия всех избранных ранее, кто не стал членами руководящих органов в то время, их полномочия прекратить в качестве делегата. Вот эта ситуация коренным образом отличается от той, которая сегодня. Сегодня люди на момент принятия решения были членами партии, были депутатами, которые в соответствии решениям, могли быть избранными. Мы не членами партии. На новой предназначении нового этапа они уже были зарегистрированы. И возникло такое право. Я вас подавал. Когда создавались новые отделения, даже на съезд избирали новых делегатов после уже назначения. На втором этапе избирали новых делегатов. Хотя на момент принятия решения со всех первых, они даже членами партии не были. Когда были приняты партии, созданы были отделения. Региональное отделение провело конференцию с правой делегатов. Полномочия этих делегатов были подтверждены на съезде. Спасибо, Леонид Евгеньевич. Понятно. Подождите, Леонид Евгеньевич, не срывайте собрать. Тут не вас много желающих. Пожалуйста, представитель КРК, уважаемый. Нет, не нашего КРК, КРК федерального, которого попросили показать протокол заседания КРК. Но он нас покинул, друзья. Хорошо. Пожалуйста, нет. Тогда вы будете... Подожди. Ну, дайте. На вопрос ответит, что... Пожалуйста, ну, подайте микрофон. Да нет, ну, он поступил вопрос. Профилин, вы скажете, что он был заседания. Я и без микрофон восприятия не могу. У меня слова подруга. А, собственно, не будет. Наши консенсы, а, наверное. Но ФСБ-то не убрали. Как? Почему? Почему? Что у вас есть? Где у вас нет сотрудников ФСБ? Ну, просяк, пока. Еще раз. Не забыл. У нас по решению КРК речь не шла. В данном случае у нас не было вопроса, связанного с тем, где идет решение. Такое или другое. Речь идет о исключительном заключении на обращение по разъяснению уставных норм. В данном случае у нас заседания в КРК не было. Уважаемые коллеги, я не могу КРК не делать замечания. Если два человека не на кричи, я не смогу сделать у вас замечания, но на секунду. Господь Бог не дал возможность так быстро говорить. Да, и принято, короче, коллеги. У нас есть форма, когда обращаются не с решением по тому или иному вопросу, не с жрала, как КРК, а именно с заключением на те или иные вопросы. В данном случае, при рассмотрении данного вопроса, присутствует как Борис Александрович, так и я, и форме именно заключения и разъяснения, это не было сделано от имени председателя. Спасибо большое, да, но вы понимаете, как в регионе, вот здесь все-таки вышло, хотелось бы полномочия. Спасибо. Да, нет, коллеги, ну это не, 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 да, пожалуйста, спасибо. Да, нет, поведение к Юрию Харловичу, вначале Юрию Харловичу не можем, вначале, да нет, она не просила поведения, не оказывается. Коллеги, вы не надо меня пересидеть, вы дайте Юрию Харловичу, пожалуйста, вы, пожалуйста. Да, поскольку обе стороны так ссылаются на один и тот же пункт, 15.1.1, то я прошу, пересидеть на разные трактовки, то я прошу председателю сейчас просто медленно прочитать, не у всех листец, на руках, чтобы всем могли для себя хотя бы со слуха понять, как его можно трактовать, каждый, пусть сам решит. Хорошо, сейчас таки, ну подождите, вначале сейчас мы выполним просьбу о проживании одного делегата, а потом другого. На берегу я не буду, в вашем решении, полностью соглашать этот длинный пункт, 15.1.1, я прошу его раз, два, три, четыре, пятый, шестой, а потом, слава, у Кирилла будет следить, правильно ли я оглашаю. При созыве...